Друзья, всем привет. Недавно на металлоломе приобрел вот такое колесико. И колесико я это идентифицировал по кастру, как колесо от мотоцикла ДКВ. Когда я похвастался Денису, нашему общему другу, мол, вот есть колесо от ДКВ, он сказал, что теперь нужна рама от ДКВ. И в итоге, после некоторых стечений обстоятельств, у нас есть рама от ДКВ. Это советский велосипед ДКВ-2. Он был как в трехколесном варианте, так и в двухколесном варианте. А если быть точным, то трехколесный вариант переделывался в двухколесный вариант и наоборот. Но, к сожалению, этот экземпляр у нас без колес. В загашниках у нас очень долго валялось вот такое колесо. И мне показалось, что это колесо вполне может быть от этого велосипеда. Вместе с этим ДКВ-2 нам досталась вот такая коробка. человек, который предоставил нам этот велосипед, до этого провел, скажем так, операцию по поиску запчастей, подбору запчастей. Он нашел вот такие колесики от какого-то велосипеда. Отсюда втулка по расстоянию подходит на этот велосипед. Кстати, вот уже ясно, что втулка здесь не подходит, сильно широкая. Перед этим он подбирал вот эти колеса из-за счета, что можно взять отсюда втулку, разрезать и укоротить. Это колесо от зайчика, второго, если не ошибаюсь. Это, кстати, сидение ДКВ-2. И вот такие колеса, все, кто, скажем так, из моего детства, помнят, что были коляски детские вот с такими колесами. Это как раз колеса от этих колесок. До появления таких, там, бальвин, как они назывались, поправки меня. В общем, человек собрал три вот таких колеса, двадцатыми покрышками, одно с резинкой от газового баллона, практически как на пенни-фаркинге ставят. В общем, вот у нас есть два колеса. Одно пойдет как переднее, а одно пойдет как заднее. Перед спецовкой вот втулки отсюда. Вот сюда. Ну, в общем, будем потихоньку заниматься этим замечательным велосипедом. И теперь 100% нужно к этому велосипеду, к компашку, искать кроленок, который шел вот с такой, сдвоенной, как говорит Денис, дуплексной рамой. Отличные педали, аутентичные, мне кажется, это вот прямо его родные. Какая-то цепь есть. Скорее всего, что этот велосипед 74-го года, что, конечно, с разумом верится, но тут вот пока что у нас уже цифра 74 и еще какая-то цифра 1. От голубой краски виднеется родная синяя с цировочками. Не знаю, будем снимать эту краску, не будем снимать, это уже год. Отдельным вопросом. Кстати, вот просто если повесить вот так на стене, мне кажется, отличный арт-объект получается. А можно еще сделать скульптуры рыбы. Вот сюда хвост, здесь голова, челюсти. Друзья, у меня имеется 4 рамы. 4 рамы от Украины, которые, скажем так, геометрии после Украины B110. Эта рама, если я не ошибаюсь, или 53-го, или 63-го года. Эта рама 74-го, это 76-го, это 72-го. Эта рама, скажем так, не считая того, что она ржавая, практически в идеальном состоянии. Мы ее оставляем. А, я забыл сказать, что мы сейчас выбираем, из чего сделать тандем. Эту раму мы оставляем. И хотелось бы попробовать, может быть, из нее сделать какой-то такой стрит. То есть, вот взять эту раму, взять очень короткую вилку переднюю. Не знаю, что получится, как получится с наклонами. В общем, это глупость, но очень хочется попробовать. Такой, скажем так, ратрод-велосипед. В общем, оставляем эту раму в покое. Эта рама 66-го года, это та рама, которую я ровнял первую, нагревая ее вот в этом месте газосваркой. Хотелось восстанавливать этот велосипед, пока не попался тот велосипед, у которого прогнившая рама, которую удалось восстановить. Который комплектный, практически не держанный. В общем, ни в какое сравнение эти запчасти не идут с тем велосипедом. Хотя тот велосипед покупался в качестве запчастей для Apple. Ну, в общем, вот это первый претендент на то, чтобы быть тандемом. Скажем так, быть в тандеме. Возможно, это будет филейная часть тандема. Очень хочется, чтобы в тандеме были прямые дропы. Ну, здесь из минусов что ли? Из минусов у нас помятые трубки задних перьев. Есть способ их выровнять, просверлить отверстия изнутри и выстучать. А может быть, мы просто часть заменим. В общем, посмотрим, как будет. В общем, этот претендент у нас идет на тандем. Рама 1972 года, Украина B134. Осталось много родной краски. Я бы хотел попробовать этот велосипед восстановить. Есть вилка родная. Рама, в принципе, практически ровная. Немножко там есть проблемы с задними перьями. Но я думаю, что мы это все исправим. Мы это все исправим и соберем на базе этой рамы, вот скажем так, Украину B134. И Украина то ли 1953, то ли 1963 года. В общем, эту раму мы в любом случае оставляем. Мы, скажем так, по книжке выровняли здесь вот эту часть рамы. И вилка была здесь в основании штока изогнута. Мы ее тоже исправили. Сейчас у нас будет немного велосипедной ортопедии. В общем, у нас есть изгиб рамы вот в этом месте и изгиб штока в основании. Начнем с рамы, Илья настаивает. Ломать будем сначала рамы. Да. Это не вот так. Давай. Ну, потому что прижать со мной это будет неудобно. Вот что нужно для хорошего, здорового настроения. Друг, гнутый велосипед, струбцина и... И телефон. И телефон, да. Да, и телефон. И еще один телефон. Алло. Есть небольшое пропеллер, но мы это тоже исправим. Есть небольшие проблемы с перьями. Вот они тут примятые. На них был наварен еще один мостик для багажника. Мы это все зашлифуем. Здесь я не вижу совершенно проблем выровнять эти перья. Это я сделаю. И, в общем, скажем так, что из этого тоже получится отдельный велосипед. Один из этапов реставрации велосипеда это восстановление сидения. Какое-то количество рам мы уже восстановили. Конкретно такое сидение у нас одно. Это сидение, которое стояло на велосипеде HVZ B110 Progress. У нас есть такая рама, и мы обязательно туда это сидение поставим. У нас тут даже хром, можно сказать, в идеальном состоянии. Но кожа вот в таком ужасном состоянии. Значит, что мы сделаем. Разберем это сидение. Размочим его в водичке. Замочим его в воде с желатином. И будем пытаться натянуть на деревянный каркас, который будет имитировать форму сидения. Возможно, предварительно перед этим где-то стянем в каких-то местах. Потому что у нас тут два слоя. После высыхания продолжим обработку. Но это уже будет в следующей серии. В одной из следующих серий. В общем, разбираем и замачиваем. И параллельно изготавливаем деревянную форму для выравнивания сидения. Черная инстичная форму для выравнивания сидения спуская. Немного изготавливаем. Выравниваем деревянную форму для выравнивания сидения. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok так чайничек гори и приступаем тут есть такой нюанс что грамма у нас немного заварено мы открутим болт я думаю что у нас после того когда мы отрежем перья здесь все распадет не знаю зачем но оставим пока небольшие отрезки труб так 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 что мы имеем пильные перья и сейчас откручивать вверху на 13 оказался так друзья мы выставили здесь у нас ровная линия скажем так ровная да самый главный вопрос который пока не могу для себя решить как оставить регулировку подсидельного штыря потому что сюда приварится вот эта часть трубы рулевой стакан вот так вот разрежется и приварится частично сюда вторая часть на место верхнего крепления насоса вот интересно почему эти трубки нельзя точно также сюда впаять две трубы продублировать нужно срезать и в сюда одну трубу вкорячивать посмотрим поиграем просто нигде не встречал тандемов которых было бы внизу две трубы я мне кажется это было бы очень удобно плане переделки повторюсь это у нас в зб 34 украина это хвз наверное получается b120 украина ответственно 66 и видно 74 года почему эта рама все-таки была разрезана потому что мало того что вверх перьев был изогнут видно что нижние перья были гнуты в общем или иная часть этой рамы было ужасном состоянии здесь вот в этой раме филейная часть тоже не в самом лучшем состоянии видно тут вот есть примятость тут примятости мостик оторван но мостик мы все равно будем менять на трубчатый которым будут отверстия под тормоз задний а это мы все исправим самое главное что этой рамы целый скажем так не испорченная геометрия вам это так чек а теперь доброй ночи